Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Перед вами сыр. Да, это сыр. Это не каша, это не закуска. Это сыр. Я сегодня делала эксперимент. Захотелось мне приготовить по вашим просьбам. Вы меня часто спрашивали, я вам отвечала, что плавленый сырок нужно готовить с качественного творога. Купила в магазине кисломолочный творог, так написано было. И получилось, как в анекдоте, на заборе написано одно, а там, а там дрова. Так вот точно и у меня плавленый сыр с магазинного творога. Что получилось, мои хорошие, посмотрите видео. Вы уже по интонации моей понимаете, что получилось. Вкусно, невкусно, так или не так. Но это немножечко интрига. Недолго будет длиться, потому что вы сейчас посмотрите видео. А я начинаю пробовать, мои хорошие. Вот кусочек хлеба. Пробую. Сразу скажу, что если, вот смотрите, здесь написано, сыр кисломолочный, малогарский какой-то комбинат. Вот у меня 500 граммов творога. Если здесь какие-то есть примеси, то плавленый сыр не получится. Конечно, самый домашний, но я ждать не могу. Знаете, есть пословица? Хочется хуже, чем болыть. И вот такой как раз у меня этап, что у меня творог я купила, вспомнила за этот рецепт. Купила творог. Поэтому будем делать, исходя из того, что у нас есть. 500 граммов творога. Дальше я добавляю, беру сразу вот такую огнеупорную миску, которую можно будет ставить на паровую баню. Потому что плавленый сыр по типу Дружба, или сливочный, или там, знаете, который из бекона. Вот такой вот. Он такой, знаете, консистенции полумягко-твердой. Поэтому я беру огнеупорную такую емкость, чтобы легко поставить ее на паровую баню. Беру 100 граммов сливочного масла. Это пол пачки вот у меня здесь отмерено. Мягкое масло. Дальше. Тут ничего, это такой быстрый рецепт. Это вообще. Берем пол чайной ложки сахара. Соль добавлю тогда вместе со специями. Я хочу сделать плавленый сырок с укропом. Или же с прованскими травами. И пол чайной ложки соды. Все. Вот это то, что мы берем. Сейчас я это... Еще нужно взять одно яйцо. Прямо сюда выбиваем яйцо. Не очень большое. Вот такое вот. Потому что есть яйца, в которых два желтка. Они приравниваются к двум. И погружным. Конечно, лучше творог вот этот магазинный перетереть через сито. Ну, я попробую. Если это уже быстрый метод у нас, то мы попробуем сделать это все очень быстро. И сейчас я вот с этой массой должна сделать такую кашеобразную массу. Втереть сюда яйцо и масло. И вода на огне у меня уже стоит. Так, я взбила чуть-чуть. Вернее, даже не взбила. А измельчила и соединила. Теперь лопаткой счищаем ногу погружного. И вот эту вот массу ставим на огонь. На паровую баню. Здесь самое главное, это заварить эту массу. То есть, не отходя, все время помешивая. Когда начнет плавиться творог, мы должны еще немножечко, минут 5-7 проварить, чтобы у нас получился плавленый сыр. То есть, не то, что там начало у нас стало редко, и его берем и выключаем. Нет. А то и называется плавленый, потому что творог у нас плавится. Видите, я отключила, теперь очищаю. Потому что никакой тут силиконовой лопаточкой ничем вы не вычистите, только вот пальцем самое лучшее, чтобы все-все хорошенечко выбрать. Руки мы моем, так что и мы готовим для себя. Так что эту тему поднимать не надо. Остатки можно вытереть. И попробуйте вот с этого на вкус. Очень хорош. У нас нет еще соли здесь. Запомните, что соли у нас еще здесь нет. Если хотите, можете добавлять прямо сейчас. Так, сейчас я вам покажу. Мы все равно будем переходить к плите, поэтому я вам ничего сейчас не покажу. Я просто-напросто отправляю этот сыр, творог перетертый, на паровую баню. Хорошо очень видно. Я ставлю. Вот так возьмите, чтобы хорошо подходило. И будем сейчас... Пока, конечно, еще не кипит, ничего не происходит. Но, когда начнет... Сейчас у нас просто такая перетертая творожная масса. Вы видите. Берите лопатку посильнее, чтобы ничего не спадало. Любочка, спасибо тебе за лопатку. За такую, что... Ой-ой-ой. И вот как только температура у нас закипит, вода начнет подниматься. Температура, дно нагреется, и этот наш творог начнет плавиться. Подождем. Вода закипела. Чуть-чуть я убавила температуру. И теперь моя задача вот перемешивать. Творог как будто бы, знаете, как надулся. Вот когда... Ну, я не знаю, вы видели, мне когда творог вот в дне холодильника лежит, и он начинает как будто бродить, как будто дрожжи надувается, пышный становится. Вот так и здесь. Он стал таким пышным. Мне, честно говоря, знаете, что не нравится. Мне здесь не очень нравится. Я, наверное, сейчас поменяю кастрюлю, потому что там, ну, маленький диаметр, вернее, очень мало сама емкость с творогом находится над паром. Поэтому я сейчас заменю кастрюлю. Это ничего страшного нет. Вот я ставлю кастрюлю, я эту переливаю в воду. Она сейчас моментально закипит. У вас тоже такое может произойти, это не страшно. Вроде бы ничего померила, а потом раз... О! То, что нужно. Видите, сколько село. Вот такая ситуация может быть. Поэтому... И сейчас в воду добавим температуру. И перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем все время, чтобы однородно начал плавиться творог. И сейчас наше, как говорится, желание, чтобы то, что написано, что это кисломолочный творог, чтобы это и оказалось творогом. Чтобы получился плавленый сыр. Потому что, если какие-то, я вам уже говорила, домишки, сыр не получится. Ну, мои хорошие, я вижу, что это не чистый сыр. И не очень он хорошо плавится, поэтому буду спасать положение. Сейчас буду погружным, немножко его перебью. и потом проварю. Видите, он абсолютно не хочет плавиться. На вкус это неплохая масса. Но так творог себя не ведет. Оно должно быть однородным, однородным. Оно у меня уже все прогрелось, уже начинает он даже булькать. А толку никакого. То есть, то, что написано кисломолочный творог, это обман. Что-то туда домешивают. Что я не знаю, не беру утверждать, но налицо. Ну, ничего страшного. Мы сейчас все-таки сделаем творог, плавленный, вернее, сырок из купленного магазинного творога. Попытаемся это все зачудить. Видите, лучше масса стала, конечно, но все равно не такая она должна быть. Ничего. просто обидно, у кого нету погружного, тот не сможет сделать, будет кушать то, что там заварилось, понимаете. а так все. Ну, мне кажется, сейчас в каждой хозяйке есть вот этот погружной блендер, потому что он очень-очень нужен. Все, достаточно. Вот такая вот консистенция, видите, какая. Вот она однородная. Это вот достаточно. Вот какая-то примесь все-таки чувствуется даже во вкусе. но тем не менее вот на лопатке что было, крупинки, а сейчас мы вот разбили, смотрите, все-таки однородно же, да, и минут 10 вот хорошенечко пусть он проварится, потому что если выходит пар из-под чаши, это еще не значит, что у вас вот этот вот сыр, попробуйте пальчиком, видите, мы сейчас попробуем температуру какая, потому что пар идет, а творог холодный. Вот я сейчас попробую, какая температура сейчас покажет нам. какая у нас температура здесь творога внутри. Вот остановилась, видите, а вы не видите, вот видите, больше не идет уже стрелка, вот сейчас чуть-чуть тут, 90 наверное, вот как закипит, и вот он будет плавиться, и пусть вот при этой температуре пусть он немножко поварится, минут 5, вы видите, что порует, все остановилось, значит, сколько здесь у нас, а всего-навсего 65 градусов, показывает градусник, поэтому пусть кипит, оно еще не плавится, мы ее перебили, но оно не плавится, нам нужно плавленый сыр, поэтому пусть кипит, не бойтесь. Помешиваем, пусть себе варится, все-таки, коль мы уже начали делать, то мы должны это доделать до конца, даже если творог никудышный. Так, его сейчас можно присолить, чтобы вы не забыли, конечно, хорошей солью лучше солить, но у меня такая обычно каменная, пол чайной ложки, но вопрос соли, это вы уже смотрите сами, просто я хочу уже тогда, когда буду разливать этот творог, добавить немножко копченой соли для привкуса, поэтому пол чайной ложки достаточно. Мы должны довести до 100 градусов эту массу, потому что 65 это мало. Видите, этого творога нету однородности, и масла у нас вот все однородности нет. Все, пусть варится. Так, пока это все у нас варится, все равно нам нужно его дома доводить, да? Я взяла вот маленький кучочек укропчика и буквально три листика кинзы. Это зелень сухая, я ее уже все это просушила, это зелень для нашего плавленого сыра. Что, мои хорошие, вообще плавленый сыр это где-то пять минут, пока расплавится, потом мы его увариваем минут 10, в общей сложности 15-20 минут. Я уже его перемешиваю 15 минут, авоз и ныне там. То есть здесь домешан крахмал, однозначно, потому что он чувствуется. Я не знаю, что еще домешано, но производитель не имеет права писать сыр кисломолочный. Это просто какая-то сырковая масса или что, я даже не знаю, но вы видели, бирочку я вам показала, то, что написано. Ну, я, между прочим, довольна. Я знала, что с такого творога, почему я вам говорила, что подождите, я куплю в этой женщине. Но мне просто хотелось проверить, знаете, как это вот, есть мифы проверяют, американская такая программа, так точно и я. Можно ли приготовить из домашнего, из магазинного творога, кисломолочного, плавленый сыр. И вот, что мы получаем. Не можем мы получить плавленый сыр. Я не могу назвать вот эту вот мешанину плавленым сыром. Да, я его доведу до ума, я его не выброшу, потому что это стоит денег. Но это не плавленый сыр. Я не знаю, как он называется, знаете, сыр от обманщика-производителя или как, но это не плавленый сыр. Все, я вмешиваю зелень мои хорошие и сейчас рассыплю. Видите, эти вот крупинки крахмала, они не расплавляются. Творог, чистый творог, он сразу раз и расплавился. Мы с вами сделаем обязательно. У меня, между прочим, есть плавленый сыр, этот, как его, рецепт, я помню, делала. Но я вам говорю, что вот эксперимент не удался. Так, ну ничего страшного. Сейчас вот пробуем на соль. к чайку очень даже хорошо. Можете добавить другие травы, если хотите. я добавлю еще немножечко сушеного базилика. Никто не выбросит. Это понятно, что мы это съедим, но это не тот плавленый сыр, который я хотела получить. Абсолютно. Ничего. Зато эксперимент удался. И теперь мы знаем, почему, как, что и что получается. Значит, я все, я не верю. не, но я не верю, потому что я домашний покупаю по 60 рублей, а этот по 37. Конечно, разница есть, правда? Ну, так, все, можно выключать и переезжаем к столу. Я приготовила, вот как для нормального плавленого сыра, две демкости. Смазала их сливочным маслом, для того, чтобы не пристало, чтобы можно было удобно тогда вынимать. Но у нас не совсем плавленый сыр. Я думаю, что он легко поместится даже в одну нашу. Сейчас, одну секундочку. В одну форму. Он должен выливаться, как, ну вот, ну, как сливки. А у меня он не выливается. У меня вот такими вот, ну, такая масса, просто масса творожная. сварился творог. Ничего, ребята, все равно на вкус это вкусно. Оно остынет. Плавленый сыр тоже нельзя сразу кушать. Может, это, знаете, это, может быть, имеет право жить. Как-то по-другому назовем. Пусть остынет. Давайте не будем расстраиваться сначала. Остынет часик. Поставим в холодильник на часик, потом попробуем и будем делать выводы. Может, все-таки плавленый, плавленый, а мы с вами придумали другой совсем рецепт, который может жить. Правильно? Я считаю, так. Все, видите, миска пустая. Хорошенечко раз можно было, конечно. Ну, ладно, пусть будет одна. такой трусящийся. Все, так-то ровненько сделали и пусть он, сейчас он остынет, температура его упадет, потому что он горячий. А потом поставим в холодильник. В общей сложности я с вами прощаюсь пока на полтора часа. Сыр, плавленый, недоплавленный, экспериментальный плавленый сырок. Вот он. час прошел, стал холодненьким, плотненьким, но единственное что, что этот сыр не намажешь на хлебушек, а просто нужно нарезать и, как говорится, пробовать таким пластом, как адыгейский, вот как брынза, что мы сейчас и сделаем. Давайте, давайте попробуем, давайте попробуем, попробуем. Ну, намазывается, конечно, сказать, что вообще он не мажется, то это обман, мои хорошие. Ой, намазывается, смотрите. Просто у него немножко структура не такая, как у плавленого сыра. Немножко крупинки, но это какие-то домишки до этого творога были использованы, поэтому они не расплавились. Давайте попробуем. ммм. Ммм. Я же хотела... Видите, я забыла, мои хорошие. Я хотела еще копченой солькой немножко притрусить, и вот как раз хорошо, немножко мне не досол, так я вот притрусила копченой солькой. Ммм. Ммм. хорошие. Сказать, что это невкусно, я не могу. Я не могу, это вкусно, но просто это немножко не похоже на плавленый сыр. Это такая вот закуска творожная, приближенная к плавленому сыру. Ну, зато мы убедились не понаслышке, а в настоящей жизни, что из магазинового творога качественный плавленый сыр не приготовить. Но, если у вас будет творог и будет желание, пожалуйста, приготовьте такой творожок с чайком, пойдет за милую душу. Все, мои хорошие, готовьте, будьте счастливы, я вас люблю, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok